Здесь я предлагаю отойти от описания диапазонов, к нему мы еще вернемся, и остановиться на двух обстоятельствах. Первое это границы диапазонов. Все эти классификации весьма условные, к тому же существуют параллельно, описывая одно и то же. Отсюда возникают сложности, если попытаться собрать все воедино. Есть классификации механических колебаний. Инфразвук, звук, ультразвук, гиперзвук. Здесь колебания ниже 20 Гц считаются инфразвуком. От 20 Гц до 20 КГц слышимым звуком. От 20 КГц до 1 ГГц ультразвуком. И все что выше гиперзвуком. Как видно, в этой классификации иначество отсутствуют радио, свет и прочие интересные диапазоны. Зато другая классификация уже со стороны электромагнитного излучения. В ней нет никакого звука, есть сверхдлинные волны менее 30 КГц, длинные от 30 до 300 КГц, средние от 300 КГц до 3 МГц. Далее короткие, ультракороткие, потом сверхвысокочастотный диапазон, который заканчивается на 300 ГГц, граничит с инфракрасным излучением. Далее следует видимое, ультрафиолетовое, рентгеновское и гамма-излучение. Другое обстоятельство, которое стоит отметить, это весьма непростое свойство прозрачности. Определять ее можно по-разному, я лишь обращу внимание на то, что само это слово в беходе, значит, что луч света проходит через записываемый объект. Вот немного о природе этого понятия, не закапываясь в физику. Какие уточняющие вопросы нужно задать тому, кто поинтересуется, не прозрачна ли вот та кирпичная стена? Свойство прозрачности определенной среды зависит от длины волны того излучения, для которого мы определяем это свойство. Кирпичная стена скрывает от нашего взгляда внутренности дома, но для радиоволн она, если не совсем прозрачна, то уж точно не является непреодолимым препятствием. Аналогично ясное, то есть прозрачное для видимого света небо, преимущественно непрозрачное для солнечного ультрафиолетового излучения. В противном случае жизнь на Земле была бы невозможна. С изменением частоты излучения вырастает его энергия, они пропорциональны. В каждом материале есть энергетическая зона, в которой живут электроны. Излучение в этом энергетическом диапазоне встречает препятствия и поглощается этими электронами, а другие уровни остаются прозрачными, в них поглощение не происходит. Так, если взять, например, человека, то радиоволны и рентгеновское излучение так или иначе проходят через него, но частоты между этими диапазонами поглощаются. Если взять оконное стекло, то оно останавливает значительную часть ультрафиолета. Поэтому, если вы сидите в комнате или в транспорте на санцепиоке с закрытым окном и утешаете себя мыслью, что хотя бы позагораете, то вынужден вас огорчить. Ничего кроме дискомфорта вы не получите, пока не откроете форточку.